8 таможенных органов, 12 творческих номинаций. Сотрудники ведомства могут все. От исполнения песни в манере Людмилы Зыкиной до полноценных театральных постановок. Сами участники конкурса признаются, творчество им в работе помогает. Половина таможенных, половина субъектов Федерации Центрального федерального округа здесь представила своих участников, должностных лиц таможенных органов. Порядка 70 человек сегодня будут состязаться, показывать свои таланты. Это стало доброй традицией, и это, безусловно, помогает работать. Ирина Шарко сегодня в образе Людмилы Зыкиной. В конкурсе самодеятельности инспектор информационного отдела Центральной оперативной таможни участвует ежегодно. Всегда с сольным вокальным номером. Ведь занимается этим видом искусства с самого детства. В Центральной оперативной таможне Ирина местная знаменитость. Если человек в творчестве талантлив, то, соответственно, творческие задатки есть непосредственно и в работе. И, как правило, бывают нестандартные какие-то мышления. Это очень сильно помогает и развивает, и направляет нашу работу на такой нужный, надежный лад. На работе некогда нам петь, к сожалению, потому что наши функции не предусматривают должностные обязанности. А вот, конечно, на мероприятиях, посвященных различным торжественным событиям нашей организации, конечно, с удовольствием. Владимирскую таможню в этом году представляют две участницы. Мария Виноградова сегодня еще и ведущая полуфинала. В перерыве между представлениями своих коллег выступила в номинации «Чтицы». А Светлана Жаркова ради выступления вновь взяла в руки домру. Занималась ею с детства, но во взрослом возрасте пришлось надолго забросить инструмент. Четыре месяца перед фестивалем она практически училась играть заново. Сегодня выступила сицилианой Баха. Произведение, которое я выбрала, оно, ну, прямо скажем, не забитое, не на слуху. И с ним проще выйти на конкурс, не с чем сравнивать. То есть мало кто играет. Помимо исполнения песен, чтения стихов и игры на музыкальных инструментах, сегодня на фестивале танцуют и показывают клипы собственного изготовления. Участниц, которые к сцене не привыкли, фестиваль вызвал бурю эмоций. От ощущений праздника до страха членам жюри предстояло в двух отделениях отсмотреть 53 номера. Традиционно, традиционно у нас в сольном вокале очень сильна московская таможня. Традиционно в сольном вокале у нас сильна и тверская таможня. В театральных композициях Владимирская таможня выступает очень хорошо. Танцевальные номера в центральном таможенном управлении, то есть аппарат управления, сильный всегда коллектив, хоровой коллектив Ярославской таможни. Но возможность участвовать в финале получили только три участницы, завоевавшие первое, второе и третье место. Следующий выход на сцену для них состоится 3 августа в Калуге. Светлана Барашко, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант».